Привет, уважаемые зрители! На этом видео я покажу вам пример совместной работы Nokia N900 и Arduino при соединении через USB-порт. Что есть здесь? Во-первых, это Nokia N900. Во-вторых, Arduino. Ну и в-третьих, несложная собранная схемка. Давайте мы с вами для начала подключим Nokia N900 к Arduino через USB. Так, думаю, процесс соединения с USB-устройствами вам всем более-менее знаком. Подключаем. Включаем питание через USB. Ну и делаем поиск устройств. Так, вот загорелась лампочка на Arduino, я думаю, вы это заметили. Давайте теперь запустим программку, которая демонстрирует все эти возможности. Но прежде всего я хочу заметить, что вот так на халяву подключить через USB Arduino не получится. Для этого придется сделать некоторые действия, почитать подробнее о которых можно на mymoworld.ru. Запускаем программку. Вот такая программка простенькая. Значит, что здесь есть? Снизу вы видите четыре разноцветных прямоугольничка. Давайте попробуем их понажимать. Красный прямоугольничек. У нас загорается красный светодиод. На Arduino зеленый, синий светодиод и белый светодиод. В зависимости от того места, куда мы нажимаем на прямоугольничке, яркость светодиодов регулируется. Отлично. Передавать можем различные сигналы. Так. Далее. Давайте сделаем яркость поменьше. Для следующего теста нам понадобится Nokia N950. Вот зачем. Здесь есть фонарик. Светит фонарик. Давайте нажмем вот на этот прямоугольничек. Тем самым я активирую датчик освещенности, собранный из фоторезистора и обычного резистора. Видите этот прямоугольничек? Так. Свечу он становится ярче. Не свечу он становится темнее. Ярче-темнее, ярче-темнее, ярче-темнее. Это простой датчик освещенности. Ну и давайте закончим, наверное, демонстрацию. Недолгую. Поуправлять серво-двигателем. Для того, чтобы лишний раз не разряжать Nokia N900, давайте все-таки подключим дополнительное питание к Ардуино. Так. Раз. Давайте включим светодиодики. Поярче стало. И вот здесь у нас остается еще до этого неиспользованный прямоугольник. Давайте на него понажимаем. Как видите, нажимая на этот прямоугольник, вот здесь полоска показывает состояние, я могу управлять серво-двигателем. На самом деле я написал небольшую библиотеку для работы, непосредственной работы с портами Ардуино. Узнать про нее подробности можно на mymoval.ru Ну и скачать вот это вот демонстрационное приложение можно там же. Спасибо за внимание. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok